Слава Иисусу Христу! 26 марта, утро, утренняя молитва. Сейчас прямой эфир на канале Ютуба. Буду делать хлебополомление с братьями, сёстрами, кто подключается. Ну и с вами, кто потом записи будет смотреть это, потому что я пишу видео. Вот это потом выставляю на Ютубе. Спасибо всем огромное, кто молитвенно и финансово поддерживает моё служение, участвует в моём служении Господу. Для меня это честь быть заработниками вместе на Неве Божьей. Спасибо тебе, Господь, за всё благослови Божий всемогущий. Аллилуйя! Спасибо, Божий всемогущий, благословит эфир. Боже, боже. Слава Иисусу Христу! Слава навеки Богу Святому! Братья и сёстры, всех приветствую вас, благословляю именем Господнем. Доброе утро всем! Сегодня на этой утренней молитве хочу начать с псалма. Одного из псалмов восхождения. Сегодня у нас 26 марта 2018 года. По гражданскому исчислению нашему, в библейском исчислении, сегодня уже 10-е Ниссана. Уже, как говорится, в сами преддверии Пасхи. Вот-вот уже начнётся Пасха Господня. В этом году Пасхальная ночь святая, вот, ночи нашего исхода, вот, из Царства Тьмы, она выпадает на ночь с 30 на 31 марта. Вот, и уже готовимся, ожидаем, вот, настраиваем себя, да. И вот, и Песни Восхождения читаю эти дни. Я вот хочу молитву сегодня, вот, эту трансляцию начать с этой молитвы. Песни Восхождения. Господи, благостави, Боже, благостави сегодня это чтение, эту молитву нашу. Прими, Господь, как фимиам, как благоухание к престолу славы. Боже, прими сегодня нашу молитву, как годила благовонная. Господь, слава Тебе, слава Тебе и хвала, слава Тебе. Знаете, вот как вот зажигаем макодильницу с ладаном, да. Вот, в нашей церкви, реформаторской православной церкви Христа Спасителя, мы редко используем ладан, вот, редко используем вот такие благовония, как бы, такие типичные, очень типичный элемент такой восточного богослужения. Вот, но мне нравится красивый обряд, такой красивый обычай. Он, конечно, как бы, элемент ветхозаветного служения, с одной стороны. С другой стороны, указание на будущее, на небеса, потому что там на небесах тоже там кодильница, там в описании библейском. Интересно так вот. И вот песни восхождения, пусть сегодня наша песня, наша молитва, утренняя эта молитва сама, и в Харистии хлебопреломление будет, как вот этот фимиам к престолу славы. 125-й псалом читаю я, песнь восхождения, одна из этих песней восхождения. Напоминаю, что этих песней восхождения, их 15, обозначено такими словами в псалтере. Они по числу этих ступеней, или ступеней по числу этих псалмов, ступеней, которые вели из святого в храме, в древности еще в том храме, который был там, в Иерусалиме, там на Сионе. И в этом храме, и в первом, и во втором храме, вот был общий такой двор для всех верующих, да? Вот, а был святое, двор туда, куда священнослужители поднимались лишь. И вот в этот двор святое вело 15 ступеней. И вот по числу этих псалмов восхождения, или эти ступени по числу этих псалмов, или псалмы по числу этих, подписаны были. Но вот так вот как-то читаю, что 25-й псалом сейчас. Псалом 125 из песни восхождения. Господи, благослови, Боже наш. Господи, благослови. Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне. Тогда уста наши были полны веселья, и язык наш пения. Тогда между народами говорили, Великое сотворил Господь над ними. Великое сотворил Господь над нами. Мы радовались. Возврати, Господи, пленников наших, как потоки на полдень. Сеявшиеся слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущие семена, несущие семена возвратиться с радостью, неся снопы свои. Аминь. Аллилуйя. Спасибо, Господи. Приятно читать этот псалом, еще и потому, что этот год, 2018, в календаре нашей церкви, реформаторской православной церкви Христа Спасителя, он обозначен как именно год 70-летия Израиля, возрождение еврейского государства, этого чуда, воспоминания одного из главных чудес геополитических божьих 20-го столетия. Действительно, из небытия Израиль был возрожден. И вот этот псалом, он для нас сегодня, уже для верующих 21-го столетия, он как бы отголосок и напоминаний вот о том чуде, которое Бог совершил в середине 20-го столетия, сразу после окончания Второй мировой войны, после ужаса Холокоста, после всего того, что пережил еврейский народ в те страшные дни, когда 6 миллионов евреев были уничтожены безжалостно врагом, но, знаете ли, пленники возвращались, написано, как потоки на полдень. Спасибо тебе, Господь. И когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне. Знаете ли, вот люди порой переживают подобное. Я, кстати, вчера делился тоже в церкви здесь, вот в Киеве, в гостях был, в одной из церквей евангельских, «Спасев Дим» называется церковь, значит, и спасибо Господу за братьев, сестер, за такую дружную церковь. Небольшое собрание, маленькая церковь, но очень такая дружная, такая, знаете ли, такая веселая, радостная, такая вот они славят Бога, так вот в простоте, так вот общаются, хорошо чей пить у них там, всевозможные такие смоколоки у них там, значит, после собрания, вот, общение, слава Богу, ну, прекрасные люди, слава Богу. Вот, и у пастора Валерии вчера был день рождения, вот я попал еще и на праздник еще, и вот я говорил им, свидетельствовал, что вот бывает, что как во сне просто, ну, по двум причинам бывает, как во сне, бывает от горести, да, от трагедии какой-то, внезапно обрушившейся, да, а бывает от радости, тоже так вот, внезапно обрушившейся, даже если она ожидаемая, это трагедия или это радость, все равно, когда она так сильно обрушивается на человека, то в психике человека, в душе что-то такое происходит, что ему кажется, что это во сне, как будто бы. Я вчера и говорил о свидетельствах, что было от происшествия стресса страшного у меня было, как будто во сне, как будто не со мной происходит, как будто это сон, как будто про кого-то это вообще. Ну, потом, при желании, можете посмотреть это свидетельство. Я, даст Бог, сегодня загружу эти видео уже на YouTube. Вот, а бывает от радости, как во сне, видящие, как во сне. И вот, о, спасибо Господу, Он верующим дает такое переживание, само это возвращение из плена, как во сне. И в преддверии Пасхи это актуальнейшее, потому что, действительно, вот то, что описывается здесь, это тоже как некая Пасха, да, вот, пленники с Сионом возвращаются. Мы вспоминаем те времена, описанные в Библии, значит, покаяние, возрождение Израиля, да, значит, возрождение храма. Сразу вспоминаются события все эти, значит, ну, многие вот такие события вспоминаются, допустим, описаны в Библии. Ну, Великий Исход мы вспоминаем, безусловно, значит, да, из Египта, вот, значит, но сегодня мы, говорю, вспоминаем еще и вот то, что произошло после Второй мировой возрождения еврейского государства. И тогда уста наши были полны веселья, язык наш пение. Сегодня мы тоже поем, успеваем Господу. Аллилуйя, благоставляем Израиль, значит, как вот в конце прошлого псалма, 124-го псалма, там написано, значит, в конце мир на Израиле. И вот, и как бы мысль продолжается в этом же псалме, да. Вот, и читая 125-й псалм, я тоже хочу снова провозносить, снова и снова, паки и паки, мир на Израиле. Сегодня особенно мир на Израиле, знаете ли, и в мае месяце, если кто-то в мае свободен, если кто-то в середине мая у вас есть время, и вы свободны, и у вас есть, появятся свободные финансы, то обязательно летите в Израиль. Обязательно летите в Израиль, и, значит, и будьте там, по крайней мере, вот 13-го, 14-го, 15-го мая запланируйте себе. Вот, значит, середина мая, как раз торжества, вот именно марш народов будет, значит, там и, знаете ли, это будет очень важной поддержкой такой государства Израиля. В другие даты можно лететь, потому что в мае месяце вообще будет много торжеств, в апреле тоже уже будут торжества, вот, посвященные как раз 70-летию Израиля. Ну, и осенью будет тоже, осенний будет марш тоже народов, тоже будет так или иначе приурочен 70-летию Израиля, возрождение. Вот, молюсь тоже, я молюсь, и Господь да усмотрит. Вот, все необходимое. Аминь, Аллилуйя. Вот, и, значит, и пока я только один раз был в Израиле, то это было давно, еще, вот, как турист был, но мечта теперь приехать уже как, вот именно, молитвенник. Вот, и, значит, великое сотворил Господь над нами, да, а народы говорили, да, великое сотворил Господь над ними, а они говорили, люди сами, да, великое сотворил, мы говорим, великое сотворил Господь над нами, мы радовались. Аллилуйя Спасибо, Господь Да, со слезами сеяли, но пожинаем с радостью Да, много всего, Боже, было Семян с плачем Но в возвращении с радостью Неся снобы свои Спасибо, Господи Благословен Ты, Царь наш Благословен Господь, Бог наш Отныне и вовек Благословен, великий Бог наш Благодарю Тебя, Господь, за это утро Боже, благодарю Тебя, Господь, за милость Твою Боже, обновление милости Твоей В наших судьбах В нашем разуме, в нашей душе В нашем служении Тебе В наших семьях В Израиле сегодня Боже, во всех еврейских сердцах Во всех сердцах человеческих Независимо от национальности Нашей культуры, религии, традиции Пусть Господь воззрят на Тебя Боже, народы все, Боже Потому что Ты не желаешь смерти грешника Ты хочешь, чтобы все люди спаслись И достигли познания истины Аминь Ибо един Бог, един посредник Между Богом и человеками Человек Христос и Иисус Предавший Себя для искупления всех Для искупления всех Спасибо Тебе, Господь, милостивый Царь мой Благодарю Тебя, Господь Божий Действительно, за милость и любовь Твою За кровь Твою За тело Твое, ломимое за нас Спасибо Тебе, Господь Что сегодня, паки-паки, снова и снова Мы это совершаем, Боже, с верой, надеждой, любовью Рассуждая о теле и крови Христа Потому что Твоя кровь подлинная из питья А Твое тело, это подлинная из пищи наша Боже, действительно, Боже Мы одной плоти с Тобой Ты и я Мы одной кровью с Тобой Ты и я Господь, спасибо Тебе, Боже Всемогущий Благодарю Тебя, что тело Твое было ломимо За меня, Боже, и за всех нас Что кровь Твоя была пролита на кресте За всех нас, Боже За меня лично Боже, благодарю Тебя, Господь Боже Святой, я благодарю, что Ранами Твоим я исцелен, Боже Ранами Твоими святыми, Ранами Твоими, Боже Я исцелен, Боже Кровью Твоею святой, Боже И исцелен, благословлен, обогащен Освобожден, Боже, во имя Христа В имени Иисуса Христа В имени Иисуса Христа В крови святой Твоей Спасибо Тебе, Господь Слава Тебе, Боже Всемогущий Благодарю Тебя, Господь Божий И славлю Великое Имя Твое Царю Небесный, Утешителю Дух истины, Ты, Который везде присутствуешь и все собой наполняешь, сокровищница благ и жизни подателю, Ты пришел и вселился в нас и очистил нас от всякой скверны, и Ты спас благой души наши. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, хвала Тебе. Благословен Господь Бог наш, Отче наш, Отец наш, Ава, Отче, Папочка Небесная и Егова, Бог Аврама, Исаака Якова, люблю Тебя и благоставляю имя Твое. Да святится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас во искушение, избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и Силы и Слава во веки. Аминь. Слава Тебе, Господь, Бог Всемогущий. Слава Тебе, Бог Богов Господь Господствующих. Благостави сегодня всех нас, благостави сегодня народ своим миром, Боже, благостави сегодня нашу всю и страдавшуюся планету, потому что вся тварь стинает и мучается, ожидая откровения сынов Твоих. Боже, откровение, оно лежит на поверхности, откровение уже два тысячелетия, оно как было провозглашено, но пусть сегодня в нашем поколении оно раскрывается небывало, неслыханно до сеги, еще более и более раскрывается Твое откровение, Слово Твоего, истина Твоя от даблаков. Она раскрывается о том, что Ты действительно во Христе, Боже, Ты примирил с Собою весь мир, не вменяя людям преступления их, не вменяя нам преступления наших. Ты примирил Собою всех нас, всех нас Собой через кровь Иисуса Христа, через Агнца Божьего, и есть спасение, жизнь вечная, исцеление через кровь Божественную Иисуса Христа. Ибо так Ты возлюбил мир, Боже, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную. Боже, Евангелие Твое, благая весть, Господь Боже, Боже, о спасении, о жизни, об исцелении, обогащении, освобождении, Боже, да, придет сегодня, Боже, во все народы, во все племена, Боже, и там, где оно уже пришло, это Слово, пусть оно раскрывается в судьбах верующих и неверующих, в понимании верующих и неверующих, даже тех, кто сейчас от Тебя очень далек, Господь, и не знает Тебя, но пусть и в их судьбах раскроется Слово Твое, истина Твоя, вера Твоя, Боже, потому что Ты действительно хочешь, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Слава Тебе, мой Бог и Царь, славлю Тебя и хвалю, мой Бог и Царь, слава Тебе, слава Тебе и хвала, слава Тебе и хвала, слава Тебе и хвала, Господь. Благодарю Тебя, Господь, за Голгофу, за кровь, за причастие, за Евхаристию Божественную. Аллилуйя. Вчера мы тоже в церкви совершали хлебопреломление, я был в гостях, и я сказал тоже братьям моим, сестрам, там в этой церкви, спаси, в Дим, я сказал, что, знаете, я люблю причащаться в своей церкви, люблю совершать хлебопреломление в своей семье, люблю в гостях совершать, вот, знаете ли, но как-то, когда мы, вот, верующие разные конфессии, динаминации вместе причащаемся, в этом есть какой-то вселенский какой-то смысл, какой-то особенный, не знаю, я думаю, что Божье сердце особенно радуется этому, вот, особенно радуется, когда мы переступаем через свою идеологию, теологию, многие всевозможные эти вот, эти религиозные свои принципы, вот, значит, их, действительно, как вот Августин еще, блаженный, блаженный Августин еще, в пятом столетии, друзья, братья и сестры, в пятом веке еще говорил, что в главном у нас должно быть единство, говорит, во второстепенном свобода, разнообразие, вот, а во всем, говорит, что, любовь, а во всем любовь Божья, думаю, вот это да, слава Богу, и вот тот принцип Августинов, значит, вот, который я сказал сейчас, да, он настолько запал мне в сердце тогда, в 96-м, что я вот до сих пор живу этим принципом веры, принципом, вот, один из моих, вот, тезисов, будем так говорить, по жизни сейчас, один из моих, один из моих девизов, будем так говорить, вот, это Августинов как раз девиз, спасибо тебе, Господь, в главном у нас единство, единство, а главное, что у нас, у нас нет никого более главного, кроме как Господа Бога нашего, у нас никого нет более главного, чем сам Бог, Его Слово, Его Жизнь, Его Любовь к нам и друг к другу, любовь, это, когда мы имеем, это потрясающе, это Божья семья, это действительно Божий план, и не просто церковь, как вот, ну, организация, структура, там, конфессия, там, динаминация, Божий план, церковь, это Божья семья, это братья и сестры, это братья и сестрички, это дочечки и сыночки нашего небесного папочки, это действительно великое чудо, это я, потому что Дух Святой, который поселяется внутри верующего человека, Он взывает к небесам, Абба, Отче, Абба, значит, папочка, папуленька, папенька, в украинском еще слово Татусь, Татусь, Татусям нашим хвалимся и благодарим Бога нашего, Таточку, слава Тебе, Господь, спасибо Тебе, Боже всемогущий, благословен Ты, Царь наш, благословен Бог наш, благослови сегодня причастие, Евхаристию, хлебопреломление Божие, и принимай как Твое божественное исцеление, как Твое божественное благословение, процветание Божие, благословение во всех сферах жизни, аминь, аминь, потому как действительно, вот как поется в рамах православных, тело Христово примите, источника бессмертного вкусите, аллилуйя, 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 аминь, слава Тебе, Господь, Боже всемогущий, благослови, Господь, Твое от Твоих, Тебе приносящее, о всех изо вся, Тебя поем, Тебя восхваляем, Господи Божий наш, молимся Тебе, Боже, слава Тебе, и сотвори, Господи, хлеб всей, честным телом Христа Твоего, аминь, а то, что в чашу сей, честной кровью Христа Твоего, аминь, приложив это Духом Твоим, святым, аминь, 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 слава Тебе, Господь, Бог наш, благослови, Господь, сегодня, это причастие, Евхаристию, хлебопреломление, наше Господь, спасибо Тебе за тело Твое, за кровь Твою, во имя Христа Иисуса, аминь. Аллилуйя, спасибо, Господи. Спасибо, Боже наш, всемогущий, спасибо, спасибо, Господи. Благодарю Тебя. О, спасибо, спасибо за прочищение святых Твоих тайн, за это таинство, совершившееся, таинство тела и крови Твоей, Боже, слава Тебе, Боже. Благодарю, Господь, обновление милости Твоей. Спасибо, спасибо, спасибо в моей судьбе, в моей жизни, в судьбе, в жизни моих братьев, сестер, слава Тебе, Господь. Благодарю Тебя, Господь, Боже, за все и за вся. Слава Тебе. Благослови сейчас всех нас, в этом дне, Боже, благослови всех нас, благослови сейчас свою семью, супругу свою, благослови Инну Сергеевну, благослови во имя Иисуса детей наших, благослови всех Анастасию, Николая, Серафиму, Татьяну, Сережу, Инну, благослови внуку своего, зятя, благослови во имя Христа всю нашу семью. И, Боже, благослови, Господь, сегодня все семьи, всех любящих Тебя, Тебя боящихся, Боже, благослови, Господь, во имя Христа Иисуса. О, спасибо Тебе, Господь, спасибо, спасибо, спасибо. Иисус, спасибо, за все спасибо Благодарю, что в свободу мне дал Что за меня жизнь свою Ты отдал О, спасибо, Иисус, спасибо За все спасибо Благодарю, что в свободу мне дал Что за меня жизнь свою Ты отдал О, спасибо, за все спасибо Иисус, спасибо Спасибо, да спасибо Благодарю, что в свободу мне дал Что за меня жизнь свою Ты отдал О, спасибо, за все спасибо Иисус, спасибо Да спасибо, да спасибо Благословен Господь, благословен Бог наш Царь наш, Владыка наш, Отец наш Слава Тебе Благодарю Тебя, Господь, за эту литургию Божественную, за Евхаристию Это хлебопреломление Боже, за то, что Ты действительно делишь с нами Своей жизнью Боже, Боже, расточаешь Боже, раздаешь эту жизнь свою, Господь Боже Всему сущему Слава Тебе И сегодня Ты посылаешь дождь не на праведных и неправедных Солнце Твоим всем светит И добрым и злым, Господь Божий Потому что Ты хочешь, чтобы все люди спаслись И достигли познания истинной, Господь Господи, слава Тебе Благослови, Господь, народ своим миром Благослови сегодня, Господь Во имя Христа Иисуса И в завершение снова Этот псалом Восхождение 125 Когда возвращал Господь плен Сиона Мы были как бы видящие во сне Тогда уста наши были полны веселья И язык наш пение Тогда между народами говорили Великое сотворил Господь над ними Великое сотворил Господь над нами Мы радовались Возврати, Господи, пленников наших Как потоки на полдень Сеявшиеся слезами Будут пожинать с радостью С плачем Несущие семена Возвратиться с радостью Неся снопы свои Аминь, Аллилуйя Пусть Господь Бог благословит сегодня нас Пусть Бог благословит сегодня Народ своим миром Благословляю паки и паки Как говорится, снова и снова Благословляю всех вас, дорогие друзья Все, кто и в эфире был Сегодня подключался В начале или в конце Сейчас подключился Все, кто потом в записи будет смотреть Потому что все пишется тоже на камеру И будет в сети Благословляю всех вас Во имя Господне Пусть Бог благословит Переживайте эту евхаристию Хлебопреломление Причастие Каждодневно Размышляйте о теле и крови Христа Размышляйте о божественном теле И божественной крови Иисуса Христа Это самое приятное размышление Особенно утренние наши размышления Об этом Это самое приятное Это благословеннейшее переживание Слава тебе Господь за все Благословен ты, Царь наш Благодарю тебя за все Аллилуйя Аминь Благословляю вас священническим благословением Друзья, братья, сестры Да благословит тебя Господь И сохранит тебя Да призрит на тебя Господь Светлым лицом своим И помилует тебя Да обратит Господь Лицо свое на тебя И даст тебе мир Во имя Иисуса Христа Аминь Яберехеха Адонай Ве Ишмареха Яхар Адонай Панавлеиха Виху некха Иса Адонай Панавлеиха Ве Иаселеха Шалом Бешем Иисуа Гамашех Иисуа Машихейну Во имя Иисуса Христа Аминь Слава Иисусу Христу Навеки Слава Богу Святому Аминь Из города Киева С нашей Киевской архиепископией Божьей милостью Архиепископ Сергей Журавлев Сегодня вечером Друзья Подключайтесь На предложение Предпасхальных бесед Пусть Бог вас благословит всех Вот И утешит Так что Братья и сестрички Дорогие друзья Дочечки и сыночки Небесного нашего папочки Нашего любящего Бога Благословляю всех вас Во имя Господне До встречи И на земле И на небесах Вот В эфире вечном Как говорится Да Ну и в эфире Вот здесь вот Онлайн По утрам В 6 утра Значит И значит В 6 вечера Значит На семинаре Пусть Бог благословит Ну а кто в Киеве Если будете в Киеве Или в среду Вы будете в Киеве Допустим То обязательно приходите На семинар Который буду проводить Там на Укиновке Адрес я в сети Социальных В сетях социальных Уже публикую везде Вот И еще там В блоге будет Тоже написано У меня будет Харас об этом Все Шалом До встречи Аллилуйя Аллилуйя Продолжение следует...